Микс Ньюс. Каждую среду в 16 часов. Болтком Лайф с Эдмундом Кашевским. Всем привет, всем привет. Очередной эфир Болтком Лайф начинается, опять-таки, в прекрасный летний жаркий день. И затащила сюда гостя. Сам удивляюсь, как это мне удалось. Но, тем не менее, человек, который живет в Юрмале на свежем воздухе и любит копаться в огороде и наливать свой бассейн надувной, его было достаточно сложно получить сюда, но мне удалось. Это Павел Александрович Селиванов. Здравствуйте. Да. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира, многократный чемпион Европы и так далее, и так далее. Если я сейчас весь иконостас буду перечислять, Паша, у нас не хватит времени на передачу. Поэтому я ограничусь, скажем, просто, как он сам себя в шутку называет, у нас сегодня в гостях Павел Великий. Ну, я себя так не называю. Ближайшее окружение меня так называют. Ну, да. А тем не менее, за пультом у нас сидит тоже великий специалист по части звука, это Евгений Копеин, за что ему отдельное спасибо. Звук, как обычно, и все, что касательно техники на болткоме, это high quality. Так же, как сегодняшний гость, когда он играл на поляне, то он обычно играл в основе, на банке не сидел, и даже травмы не могли его никогда выбить из строя надолго. Даже порвав Ахилл, ты через сколько вернулся в сборную СССР? Я Ахилл порвал 28 января 1985 года, а 28 сентября 1985 года я уже играл в составе и получил лучшего игрока в Алма-Ате, в том же зале, где я порвал Ахилл. Ровно, наверное, полгода именно получилось. Ну, вот как-то так, это по части силы воли и по части того, какой ты был молодой, как у тебя быстро все заживало, как на собаке. Не, я по поводу силы воли не могу сказать, я хочу быть честен в этом плане, я хочу сказать, что я кроме волейбола тогда ничего не умел делать, и мне нужно было думать о том, как кормить семью. Поэтому это такой стимул, который наверняка любого поднимет, даже, наверное, из могилы сможет поднять. Ну, смотрите, дорогие друзья, Паша только что сказал, что в Советском Союзе был профессиональный спорт, за который платили деньги. Ну, это все знали, но об этом как-то все скромно молчали. Ну, я вообще был маляр четвертого разряда. А, на радиотехнике какого разряда ты был? Нет, я был на радиотехнике, маляр четвертого разряда. Да. Да, и, ну, как член сборной команды СССР я получал стипендию. Я думаю, что, наверное, жаловаться и сожалеть о том, что было и не было, наверное, дело очень неблагодарное. Абсолютно. И поэтому, наверное, так как нам платили тогда, это, наверное, тоже сейчас были бы приличные деньги, но как, наверное, пересчитать бы все это, как бы таким образом? За одну игру ты в радиотехнике получал 50 рублей, да? Нет, за выигранную. А, ну, понятно, а других-то и не было, в общем-то. Ну, бывали всякие. А за проигрыш сколько? А за проигрыш мы не получали потом за выигрыш. Могло быть так. А это компенсировалось. То есть, это была советская система, было чуть-чуть действий. То есть, скажем, надо было по плану набрать из 22 игр выиграть 18. Значит, скажем так, в первом туре выиграть все 5 игр. Во втором туре выиграть, значит, ну, сколько там, я не помню. Ну, в общем, получалось так, что если в первом туре мы, одну игру можно проиграть в каждом туре, на 4 игры выиграть. Но если мы в первом туре выиграли 3 игры, а во втором туре план перевыполнили, не проиграли ни одной, то мы все равно за первый тур деньги не получали. Потому что все-таки, ну, вот как-то. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Но, тем не менее, кроме спорта и волейбола, ты ничем не занимался. Это была твоя жизнь. И, в принципе, вот как она сочеталась с личной жизнью, это для меня, на самом деле, большая загадка. Потому что ты постоянно был в разъездах. Вадим рос, можно сказать, с мамой. Ну, так я думаю, что здесь для спортсменов очень важно, как у тебя сзади. Какой ты у тебя. Да, да, да. Я думаю, что мне в этом просто невероятнейшим образом повезло. Все, что было в той жизни, выстроено было и поддержано моей женой Валентиной, с которой мы уже в этом году отметили 47 лет совместной жизни. Ого! Ого! Поздравляем! Так мы еще с третьего класса вместе. Эй, паша! Вот я и говорю, кроме волейбола, ни на что времени не оставалось. Не осталось ничего. Поэтому и жалимся, чтобы как-то все быстрее. Ясно. Ну, объясни мне. Ты был, я так понимаю, один из первых, кто уехал вообще. И Антипин, Серега, и ты. Вы уехали за границу играть, когда уже заканчивали карьеру большую, да? Ну, да. Я в 87-м году закончил играть за радиотехник, будучи капитаном последние 10-8 лет. Я был вторым. Первым был Игорь Ларионов. Мы уехали вместе. Он тогда вот в спорткомитет уехал, и уехал я. Он, наверное, поехал в более такую оформленную систему, как НХЛ. А я попал в Бельгию, поэтому там чуть-чуть было как-то так по буграм. И, в общем, ну, не очень сложилось. И, видимо, все-таки я поздно уехал. И мне довелось играть против папы Грозера, который сейчас играет за сборную Германии. Георгий Грозер, да? Да, да. И он всегда, у нас с ним была какая-то пикировка там в местных газетах. Он всегда говорил, зачем этого инвалида взяли. И этот КНАК Рузер, зачем он нужен. Этот Энгелс-менеджер КНАК, он говорит, он всегда такой экстравагантный. Но когда мы в финале с ними играли, я лично его в последней партии два раза заблокировал, и на этом все разговоры закончились. Мы выбили Торал, тогда выбили из плей-оффа. Ну, смотри, как хорошо все сложилось, да? Окей, но вот все-таки... Да, извини, я хочу сказать, конечно, если бы раньше уехал бы, уехал бы в 24 года или в 25. Была бы другая тема? Другая игра, наверное, была бы тема другая, да. И я думаю, что, может быть, я пару ошибок сделал, надо было бы принимать решение, но если бы не было бы семьи, я принял бы, наверное, другие бы решения. То есть остался бы за бугром? Ну, предлагали играть, оставаться, и поэтому... Я не знаю, сейчас, наверное, криминал. Мне сейчас не посадят, надеюсь, за это. Ну, конечно. Но я скажу, что если посмотреть на пример кубинской сборной, которая регулярно поставляет игроков в весь мировой волейбол, и тот же Леон, который стал гражданином Польши уже с этого года будет играть за польскую сборную, просто потрясающий, шикарный игрок. Это тоже вот беженец с Кубой, если так можно сказать. Симон, Леон, тот же Леал, их там много фамилий могу пересчитать, но это... Но надо быть честным, плохо не было нам. Нам, спортсменам, плохо в СССР не было. Так что надо быть честным. Это ни в коем случае не очернение чего-то, не поливание кого-то грязью или чем-то. Не было плохо, было просто великолепно. Ну, просто можно было еще, наверное, выше добиться, и все. Ну, не знаю, хотя с другой стороны, куда уж выше, ну, там все есть. А куда выше? На тот период, на то время все есть. Ну, не знаю. Олимпийский чемпион куда выше? Или все-таки вот, как говорят в нашей стране, рук, Туминич, такая горечь за Монреаль осталась с 76-го года? За Монреаль осталась, и вашим соотечественникам и друзьям твоим проиграли. И спасибо тебе за подарок на день рождения на 60 лет, за эту игру, которую ты мне видео подарил. Как поляки нас обыграли. Спасибо тебе большое, Эдмут. Я это никогда не забуду. Чтобы тебе стимул был двигаться, Паша, чтобы энергия была постоянно. Да, слушай, ну, по поводу, скажем, вот старой гвардии связи со старыми ребятами по сборной, по команде поддерживаете? Я контактирую с Юрием Компанченко. Он, по-моему, в Казахстане сейчас тренирует. Поддерживаю с Савиным, с Дорохом, с Володей Дорохом, с Зайцем. С Зайцем он, Зайц по-нашему. Ну, это кличка, да? Ну, к сожалению, Лор ушел в мир иной. Ну, честно говоря, как-то с 40 летом. С 40 летом больше поддерживаю связь по виртуальному, так сказать, по проводам, потому что он живет постоянно около Марселя. Он женился на Французске, живет там, постоянно приглашает гостя. Ну, никак не можем выбросать. Это вот теперь упал в тренерскую зависимость, поэтому... Ну, о твоей тренерской зависимости и о тренерской карьере мы поговорим чуть попозже. А сейчас я хотел бы еще вот эту тему твоего активного участия в спорте и в спорте высоких достижений в мировом спорте. В принципе, ты один из самых титулованных спортсменов в Латвии. В принципе. Ну, если вы так считаете, то, наверное, так и есть. Я не знаю. А кто тут еще есть? Если, Эдмунд, я скажу так, я никогда как-то не считал. И вот меня всегда выводило из равновесия один момент такой, что вот, когда еще турнир в самом разгаре идет, вот сегодня эти выиграют у тех, тех выиграют у этих, поймешь, к чему я клоню. И вот тогда мы это место займем, тогда в той подгруппе те так сыграют, мы выйдем на тех. Но это арифметика. Да, для меня было всегда, завтра одна игра, все, она последняя, все. Вот завтра надо выиграть и все. И, как говорил великий Платонов, я это на всю жизнь оставил, останется, Платонов это великий тренер 20 века считается одним из лучших тренеров. Он сказал так, что любое поражение остается в голове. И оно всегда даст себя знать в самый неподходящий момент. Что происходит вот с российской командой сейчас на этих турнирах Европы. В подгруппе проиграли. Да, проиграли, там все это никому игра не нужна. Хлоп, игра, это же в полуфинале или в четверть еще хуже финале какого-то, или в восьмое финала. И как бы ни старались, да мы их там, ну да мы их там, все это уже проходили мы сто раз. Мы обыгрывали поляков 3-0 на всех турнирах в 76-м году. В финале, пожалуйста, результат 2-3. Ну, пан Тома к тебе привет передал, я тебе фотографию переслал. Да, уж я. Томаш Свандровский. Очень смешно, очень. Но, слушай, сборная, сборная и так далее, понятно. А вот такая тема, как радиотехник. Сейчас, совсем недавно, при поддержке в том числе и Федерации волейбола Латвии, новоизбранной, и отдельных товарищей, которые, ну, себя уверенно чувствуют в бизнесе, бывшие волейболисты, был создан фильм «Латвийский волейбол ладянс», презентация, которая проходила в кино «Сплендит Палас». И у меня сразу возник первый вопрос, почему не в большом зале, во-первых, все это было, да, почему это в этом маленьком зале, потому что народу была тьма, которые хотели попасть и увидеть этот фильм. И ни Букс, ни Тиммермани, с которыми сидели на твоем месте, пара недель назад, они не смогли мне ответить на этот вопрос, почему. Ну, как-то так получилось, и все. Но о другом тебе хочу спросить. В твоем восприятии, как ты вот этот фильм принял вообще? Ну, фильм, наверное, художественный, сейчас у меня сложно судить. Не с художественной части, а вот как раз... Я только думаю, что если разговор швала «Латвийский волейбол ладянс», тогда, наверное, просто 80% людей просто не упомянуты в этом фильме. Я понимаю, что люди, которые заканчивали, скажем, эпопею Рижского радиотехника и мужского волейбола в Латвии, они наверняка вложили свой вклад достаточно большой, там, и игровой, и разный вклад, да. Но если бы не было людей, которые начинали, то, наверное, вряд ли бы радиотехник был бы тем, чтобы он играл даже там в финале Кубка Европы, да. Ну, это то же самое, что говорят, что, ну вот, вы тут играете, а я вот при счете 15-15, что вы забить не можете, я приду и забью. Да, но кто-то должен до 15-15 довести это дело, да. И если до 15-15 не приходит, тебе нечего будет бить. Поэтому я думаю, что, ну, где Загизмун Цаприянович был там? Был там точки зрения, как он там рассказывал, как команда, как Селиванова гонять надо. Это хорошо, но где он сам? Где Юра Девейкус? Где Валера Ткаченко? Где Оя Рындраш? Где Володя Мельниченко? Где ребята, на которых мы учились, на которых мы смотрели и играли? Я думаю так, что не обязательно, наверное, посвящать было им, может быть, там многих уже нет, не надо было посвящать, наверное, там 40 минут, 30 минут, надо было упомянуть их, а то получается так, что вот Селиванов, там Антипин, кто там еще, Раймонд, Иван Бугаенко, все, вот этот Радиотехник, который, да, Валер. Да, а остальные, да, ну... Но это уже молодое поколение, да. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да, да, да. Поэтому, когда про тебя говорят хорошо, всегда хорошо, естественно, если когда про тебя плохо говорят, фильм, конечно, плохой. Когда про меня говорили хорошо, это, наверное, хорошо. Но я просто... Но объективно. Да, разговаривал я тоже с ребятами, и ребята вот такие мысли высказывали. Я так переоценил, оценен, переосмыслил осмысленно и подумал, что наверняка не совсем, ну, не совсем такой полный, скажем так, не то, что корректно-некорректно, а не совсем полный. А может, вторая серия будет? Может, будет вторая серия по ту сторону. Слушай, задавал нескольким людям этот вопрос, хочу задать его и тебе. Одно время Царство Ему Небесное Юрий Петрович Данилко, светлая память, носился с идеей возродить радиотехнику. Я больше скажу. В 15-м году уже было, что приезжал уже Шевченко, Горбенко, приезжали в Ригу, и мы были и на Биаларе, и Юрий Петрович, и обед кушали, и Марис Пайкалис был, и Атес Сауснэйтес был, хоть тогда. Ну, Атес Сауснэйтес не особо поддерживал эту идею. Ну, они боялись, наверное, боялись того, что политического момента. Тут какая конкуренция? Ну, какая конкуренция у спортсменов, может быть, у спортсменов, которые бьют по мячу, конкуренция с функционерами. Никакой не может быть конкуренции. Они в своем, так сказать. Окей, ладно. Ну, и все, мы сидели, пообедали, все, а Юрий Петрович ушел. Ну, елки зеленые. Он даже давал свои деньги. Я понимаю, что, может быть, кому-то, как Динамо Рига сейчас, кому-то кость в горле, да? Хотя, я не знаю, полные залы собирает, да, когда хорошо играют. Но это как всегда. Тут можно говорить, как играют. Я думаю, что тоже. Я скажу больше, что даже договоренность была такая, я думаю, что не раскрою никакого секрета, ничего не выдам, что даже в Суперлигу любую команду, какую бы мы ни собрали, бы трудно было играть в Суперлиге. Поэтому предложили играть в вышке, в высшей лиге, да, без выпадения. То есть, если мы там… Набираться опыта. Да, набираться, да. И, значит, ну, вопрос со стороны Мариса Пекелеса было сказано так, что, ну, это не совсем правильное политическое решение, сейчас не то время. Ну, тогда же Крым был тогда все это все. Слава богу, Пекелес уже на пенсии. Нет, я ничего плохого про Мариса не хочу сказать. Я просто хочу сказать… Ну, он реально тормозил развитие волейбола в Латвии, а так ничего. Какие, так сказать, гайсотные, куда ветры дули. Нет, ну, так, во всяком случае, вот эти вот молодые революционеры, которые сейчас пришли к власти, они открытым текстом говорили, что Пекелес был один из тех, кто тормозил развитие латвийского волейбола в Латвии. Давай Пекелес оставим, я могу сказать, что если бы Юрий Петрович был бы здесь, у нас была бы суперкоманда. Мы не можем в Латвии держать команду, у нас должна быть команда, чтобы все играли в этой команде, чтобы команда была такая, чтобы не надо было думать о том, как уезжать в третью лигу во Францию, играть пацанам, или во вторую лигу. Ну, слава богу, Эгглес Каунс играет в высшей лиге, да? Там еще ребята устроились, там все. Ну, а так? Один. Ну, два там. Петров еще играет, там в России играет, да? Ну, там Сауш играет. Ну, я просто думаю, что... В восьмой лиге группы Ж. Ну, я не знаю, я не буду сейчас, это не важно. Самое главное, что они играют. Поэтому у нас только один выход. Суперкоманды делать. И потом, а пусть... Эрмонд, ты же помнишь то время? Когда мы, радиотехник, под влагом сборной Латвии играл в Спартакеаду, а потом мы все рассасывались по своим клубам, так называемым, да? Это было Селиванов, Аугустинский, Марис, Паумс, Рубен. Мы играли за политех. Какие бы мы там студенты не были, это дело десятое. Да, но мы играли за политех. И на соревнования приходил ректор, и Молчанова, и деканы приходили, и играли против факультеты. А потом, когда мы играли против института физкультуры, в Даугаве больше народу собиралось, чем сейчас, собирались на товарищеские игры, которые мы сейчас играем. А не дай бог еще с ГВФ им играли. А с ГВФ им, там Иван Васильевич тренировал команду, там Борис Николаевич Колчин заправлял всем этим делом. Там вообще было страшное дело. Так что я помню, как мы играли в Юлгаве против Академии. Риме Цан, Оя Риндраш, Иммон Смешкунгс, Харри Скудра. Так мы их там обыграли, мы огородами убегали, чтобы нам по голове там не отдавали. Ну, есть что вспомнить. Перед тем, как мы прервемся, хочу задать такой вопрос. Сколько лет ты учился в РП и числился студентом? Я не буду отвечать на провокационные вопросы. Хорошо, остальные провокационные вопросы мы оставим после того, как вернемся в студию. Прервемся ненадолго. Мы вернулись в студию, и отказник отказался отвечать на вопрос, сколько лет он учился в институте. Павел Селиванов сегодня является гостем нашей программы. Я прокомментирую про институт. Хотите верьте, хотите нет, как в известном фильме было сказано, но ситуация была следующая, что все преподаватели шли навстречу. В каком плане? Например... Ставили? Да, да, ставили. Нет? Автоматом? Профессор Бекерис, он говорил так, вот, Радио Инженер должен знать вот такие-таки вещи. Вот у тебя надо, ты экзамен отвечаешь, вот тебе 30 вопросов, я буду тебе 30 вопросов. Ты будешь отвечать подряд. Если я бы посчитаю, что на втором вопросе ты компетентен, значит, все, я ставлю экзамен и так далее. А если я посчитаю, что на 30-м, ты меня не убедил. На второй заход. Разве это не правильный подход? Не, ну... Правильный. Алена, усилительные устройства, точно такой же подход был, да? Гунтерс Болодец, тоже такой же подход был. Дмитрий Васильевич Пурушев, электродинамика. Все, все, убедил, верю, верю, Паша, что сам учился. Да, согласен, что я приезжаю с первенства мира, и меня встречает декан и говорит, что завтра я договорился для тебя лабораторией, ты должен идти делать лабораторную работу, где там делает бригада из трех человек, я один все там делал, как умел делал. Паршин из-за этого переносил тренировки, чтобы я к 8 часам ехал в институт, делал там 2 часа до 10, делал эти лабораторные работы несчастные, а в 11 тренировка, из-за меня переносил тренировку, чтобы я мог... Так что это к вопросу о том, и самое главное, что я уехал в Бельгию, я 3 года работал на сервисе, на Филипсе, чинил видеомагнинофоны и телевизоры. Вбили... Своей рукой! Не ломал, а чинил. Вот это и вот, правда. Не ломал, а чинил. Паша, убедил, убедил. Так все-таки сколько лет? 15? Очень смешно. Нет, ладно. Нет, я поступил в 69-м году, причем поступил на Латышский поток, потому что на Русский поток не хватило. Все, ограничимся этим. Поступил в 69-м году. И затем в Бельгии еще сам работал своими руками, с дипломом уже, кстати, как дипломированный инженер радиотехники. Окей. Я тебе скажу так, вот глядя на то, как играет сейчас наша сборная, да, и на то, какие там кадры, то... Такая мужская, мужская, женская. Мужская. Сейчас перейдем к женской. Потому что я в лоб сказал и тому же Тиммерману, и тому же Буксу, что, ну... Я не верю в этой сборной, во-первых. Во-вторых, у них такое отношение к игре, что вот они выходят на поле с видом, что все вокруг им должны, что они вышли на поле. Это... Это настрой, настрой никакого. Я так понимаю, что мотивации у них особо никакого. Тому же Саушу ломаться здесь за сборную, нафига, если он там в своей восьмой группе, пятнадцатой, там, я не знаю, водокачки в Германии получает свою зарплату, зачем ему ломаться здесь? Скажу криминальную вещь. Это феномен постсоветского... Постсоветский феномен. Ну, не играют. Я не знаю почему. Канадцы на пьянице мира по хоккею, они премии не получают. Они за свои деньги едут и бьются, и убиваются. Я не понимаю, как это может быть. Я вам расскажу простой пример. Титюхин. Знаем Сергея Титюхина. Приехал с соревнований, с последних соревнований, когда он участвовал. Самолет ему в свою, в Казань, там, где он живет, был последний, там, первый самолет утром. Он поехал не в гостиницу, он поехал в Новогорск, подошел к Сафроновой Свете, тренеру женской, ну, молодежной команды. Говорит, Света, можно я в зале у стенки постою? Ну, и человек приехал, чемпион чемпионов, у стенки стоял, два часа стоял. Это мне люди сказали, которые это все наблюдали. Потом зашли в баню, и он уехал домой утром, переспал в этом Новогорске, уехал. Вот это отношение. Он великий. Вот он великий. Я не знаю, как это объяснить. Я не знаю. Естественно, может быть, боязнь получить травму в этом моменте, на следующий год, сезон. Ну, так застрахуйте людей, елки зеленые. Но, опять же, денег нет. Всегда упирается в вопрос... Ну, ладно, мы сейчас уйдем опять в такую тему, которая... Хорошо, что они выиграли. Never ending. Хорошо, что они выиграли и остались в этой золотой лиге. Очень хорошо. Есть почин. Хорошо. Как играли, с кем играли, и что это все... Цена этому всему? Это дело, можно сказать, другое совсем, да? Но они выиграли. Давно не выигрывали вот такие игры. Вот в чем вопрос. Это тоже очень важный фактор. Ну, что, ты думаешь, что они у Турции выиграют сейчас? Я думаю, что да. Воскресенье же игра? Да. Латвия-Турция? Да. Думаешь, выиграют? Ну, если Турция привезет третий состав, то выиграют, да. Да при чем здесь тот самый случай, когда вот то, что каждое поражение накладывает отпечаток, а здесь каждая победа накладывает, дает тебе уверенность. И тут Павел заговорил как тренер. И сейчас мы переходим к тому моменту, что Павел у нас является тренером женской команды, девчачьей. У? У? У сколько? Да там не У, сборная волейбольной школы. Ну, сборная риска волейбольной школы, да. И вместе с Андреем Одиноковым вы приняли команду сколько? Три года назад, да? Три года назад. Три года назад вы приняли никакую команду практически? Ну, как никакую? Ну, девочки умели играть, но помимо. Ну, умели, но и уметь. Моя внучка тоже умеет мяч отбивать, и ничего, я научил ее. Но другое дело, это играть на результат. И за три года вы вырастили, на секундочку, чемпионов Латвии. Вы убрали. Среди женщин. Среди женщин, да. Вы убрали многие команды, которые считались именитые и маститые. Всех, да? В том числе и команду Минусы. Ну, это я заметил. Да, это я сказал. И на секундочку, вы стали бронзовыми призерами Балтийской лиги женской, да? Да, так и. И девчонкам сколько лет еще раз так вот? Ну, самый старший у нас 18 лет. И самый младший? Ну, 2003-2004 год, ну, считайте. 15? 15, да. То есть, ведь можете, если захотите? Нет, ну, ведь вопрос не в этом. Вопрос в том, что команда, вот есть какая-то данная команда, данный состав, Не стучи по столу, там микрофон. Да, виноват. Есть команда, данный состав и тренеры. Тренеры должны объяснить, как попытаться выиграть. У каждого тренера есть, наверное, свое видение игры, видение состава, Там, сказать, и систему, по которой они будут играть. Потому что волейбол достаточно простая игра. Бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. Я всегда так смеюсь, говорю, да? Но все подчинено системе. Когда система работает, да, она может быть неправильная. Тренеры выбрали систему, и она не срабатывает. Вот с этим составом система не срабатывает. Тогда должен быть план Б. Ребята, девочки, мы сейчас меняем систему, у нас это не работает. Почему? Потому что у нас нет длинных девочек, у нас нет подвижных в защите, Значит, мы должны сделать так, 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 так. Вот это и срабатывает. Андрей Александрович Одиноков, он это дело отлично мониторит. Я помогаю сколько могу, потому что я у него помощником. И я думаю, что эта вот схема, она работает. Я думаю, что мы что-то делаем правильно, раз мы выигрываем. Ну, раз есть результат более чем. Да. Я просто могу сказать, я сразу откручиваю назад 40 лет, 70-е годы, Чесноков и Платонов, да? Что можно было Чеснокову сказать? Почему он не может быть сборной СССР тренером, когда все говорят, что вот такой, такой, сякой, сякой? Он все выигрывал. Почему? Нет. Вот если поставили тренера, который там, скажем, на Камчатке тренировал там кто-то, да, и сборной, и он ничего не выигрывает, тогда вопрос задается вопрос. Какой смысл тогда? Что там делает? А когда команда выигрывает, смысла менять нет. Вот, вот это такая, такая концепция. В волейболе можно как угодно сказать. Будем ставить узко, широко, забегать туда-сюда. Ну, надо принять какую-то схему. Мой любимый пример. Можно ездить на машине, выжимать сцепление правой ногой и тормозить левой. Наверняка кто-нибудь так и ездит, да, и еще поворотники левой рукой включают, и омыватели стекла правой рукой. Так можно ездить, наверняка, но в критический момент это может дать сбой. Очень образно. Поэтому, поэтому, мое видение такое, что надо делать все правильно. Если ты делаешь все правильно, вот мне говорили, вот, Павел Александрович, там одна девочка смотрела какие-то старые видео, нашла. Вот вы там в угол зала бежали, вы вот так рукой, сзади, мячом рукой подбили, мяч не глядя. А почему нам, я говорю, дорогая моя, потому что я знаю, как правильно это сделать. Нужно правильно сделать. А потом ты делай в рамках своего правильного, так сказать, навыков и умений. Делай дальше, доставай мяч. Есть вообще такой подход, как сказать, анархический. Тренер может сказать, делайте, что хотите, заканчивайте разговаривать, достаньте этот мяч. Делайте, как хотите. Вот мы по этой схеме не привыкли играть, мы вот по этой схеме, там тренера на 100 кучат, эти три, а вы на 100 кучите. Идите к черту, достаньте мяч, как вас учат. Ну, достаньте его, ну, не делайте так, что на полдороги все остановились. Вот простая вещь, очень простая вещь. Слушай, ты сейчас затронул такую тему, которая, конечно, дискуссия на час минимум, но, может быть, быстренько. Вообще уровень и квалификация тренеров в Латвии. Я думаю, что достаточно высокий уровень, но... Ты сейчас говоришь словами букса. Достаточно высокий уровень, но меня иногда поражает другая вещь. Я не буду называть фамилии, да, что мы подходим к тренеру и говорим, мы хотим твою девочку в сборную взять, да? И каждый тренер отвечает, а что ей там делать? Кот у нее дарит, турнал у нее кот дарит. Ты понимаешь, тренеры не хотят, чтобы их дети играли в сборную. Так гнать надо нафиг таких тренеров? Нет, ну, как мы можем гнать? Ну, как? Тренеры, почему? Мы не дадим вам, потому что вы их неправильно учите. Мы никогда на тренировках не говорим, что вот вас там плохо учат. Никогда. Мы говорим, девочки, вам тренеры сто раз уже говорили. Мы вам просто напоминаем делать вот так и так. Мы уверены, что тренеры вам это говорили. Есть другой вариант в этой всей истории, что здесь, в Латвии, есть такой момент, что частенько федерация волейбола идет на поводу, шла, по крайней мере, пару лет назад, до пары лет назад, шла на поводу у родителей детей. Дети приходят домой, начали играть в волейбол, они несчастливы, потому что они не перебивают через сетку. Сетка высоко. Давайте понизим сетку. Нет, ну, да, есть какие-то градации там, да? Да, но в Латвии заходило дальше, что таких градаций в Европе нигде нет, да? Если посмотреть специальную физическую подготовку, там разные всякие тесты есть. Там высота прыжка, достается рукой. Но есть один тест такой на перемещение. Елочка, шесть точек бежать. Ты, наверное, знаешь это, да? Что, например, мой личный рекорд, я бежал за 19,5 секунд, а Володя Конора бегал за 18 секунд, 96 метров примерно, вот так, да? Так здесь вот мы девочкам даем, наши девочки более-менее укладываются, в европейскую норму, итальянскую. Я не буду говорить, чтобы русофобам, значит, здесь не лить воду на мельницу, да, что мы Россию не будем. Италия, Польша, мы в их не те самые тестовые, не тестовые, как называется, ну, те программные вещи, которые дети должны делать. Да, 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 модели. В их модели укладываемся, практически укладываемся. Остальные не укладываются. Тебе надо приехать, посмотреть первенство Латвии среди юниоров. Среди этих девочек, когда они в своих группах играют. Ты понимаешь, это просто посмотреть так, что вот сегодня мы играем с Далгопилсом, надо вот, мы им проиграем, а это мы обыграем, все, вот такой уровень. Наши девочки там стоят, и мы видим, что это совсем другой уровень девочек. Совсем другой уровень. Ну, и почему другие тренеры не дают вам детей? Ну, потому что я думаю, что... Это ревность какая-то? Какая-то ревность, я не знаю. Я вспоминаю, как Циприянович Григорьевич пихал меня во все сборные СССР. Дошло до того, что Платон ему сказал, что, ну, Селиванов, конечно, ничего, бьет сильно, но он в поле нечасто попадает. Ну, а Циприянович говорит, да где ему учиться, как нигде, ты сам. И он меня везде пихал. И что это, плохо? Ну, просто, наверное, повезло мне, что такой был человек, как Циприянович Ларионов, который, слава богу, научил все правильно делать. Здесь есть вещи, которые дети говорят, нам об этом никто не говорил. Я опять не буду говорить. А почему? Я не знаю. А почему об этом никто не говорил? Мы говорим, Андрей, мы с Андреем предложили сделать какой-то семинар и, так сказать, прийти к точке, к общему знаменателю, обозначить точки, как мы будем в каждую систему там обобщаться, что можно смеяться над финнами, которые говорят, что все подачи нужно принимать справа от себя. Финны так, вся Финляндия принимает, начиная с детей и взрослых, да? Но это система, которая помогает любому человеку, вставшему в составе, принимать подачу. Тут до чего доходит? Потому что наши девочки будут под 10-15 подач подают, мы выиграем на подачах практически. Ну как? Это опять вопрос. Вопрос системы, организации. Мы смотрим большую команду нашу и организации нет. Но это предположим, что вот ты мне позвонил, поехали сейчас сыграем в Эцеке волейбол, поедем сыграем на пиво. Вот это уровень такой. Каждый играет, как он видит. Ну послушай, ну значит это просто недостаточная квалификация того, кто стоит у руля. Ну я не знаю, я же не могу. Это я говорю, а не ты говоришь. Да, ну я не знаю. Понимаешь, всегда палка о двух концах. То есть руководитель большой должен быть с большим мешком денег, или очень сильно разбираться в деле, ну и иметь большой мешок денег. Да, получается, что у нас или мешок денег, или не разбираются. Или мешка денег нет, или еще хуже, и не в волейболе не разбираются. Слушай, ну глядя на сборную, там ни мешка не разбираются, ничего. Естественно, сейчас могут сказать, вот заговорил, да, вот заговорил сейчас, да. Ну дайте ему сборную, посмотрите, как он сыграет. Да, может не получиться. Согласен. Может не получиться. Должен пройти какой-то цикл работы, например, прежде чем. Да, действительно, да, можно не больше не получиться. Но мы смотрим, смотрим, наблюдаем, и мы видим одно и то же. Мы играем, я про женскую команду, играем со сборной Дани, команда ниже которой, которой мы с Андреем тренируем, девочек 2003-2003 год, Данию обыграли 3 года назад, 3-0 там из Яни, по Яни не выпускали их, да, из десятки. Эти девочки сейчас играют там, и сборная Латвии не может их обыграть. Да, сейчас скажут, Павел, а вы знаете, что в последней игре там на поле было 6 ваших девочек? Я говорю, да. Ну как они, в рамках какой системы они играли? Это же нельзя за одну тренировку, они стояли, девочки, за одну тренировку будем играть. Ну, в общем, это очень долгий разговор. Это специфические, да, уже пошли темы. Скажи мне, ну вот вы взяли чемпионство Латвии, вы стали бронзовыми в Балтийской лиге, и сейчас вы, я так понимаю, еще на Кубок Европы заявились? Заявились, потому что, как сказал Лорен Баффетт, или этот, который прыгал со стартостата, как его? Ну, этот. Да, миллиончик, да. Он сказал, что в наше время нельзя останавливаться, потому что остановка это не остановка, это отход назад. Вот в чем вся проблема. Сейчас команда вышла на новый уровень. Да, мы можем проиграть этот Кубок Европы и так далее. Вышла, и сейчас девочка говорит, все, у нас нет ни денег, ничего, все, давайте будем играть в Латвии. Ну, все, они уже в Латвии выиграли. Я не боюсь, что они зазнаются, но не боюсь. Но с одной стороны, Паша, ведь это же стимул, это ведь к чему стремиться. Это вот девчонки, которые приходят в волейбольную школу, они видят перед собой вот этот маяк. Вот туда я хочу. На последней финальной игре в плей-оффах в Латвии был полный зал в Рижской волейбольной школе. Такого не было давно уже, когда мы играли. Ищем сейчас спонсоров. Кто чем богат? И науда, и грауда, или деньгами, или, ну, сам понимаешь, да? А никто не помогает? Ну, все финансовый год в разгаре, и это никому не нужно, и это чисто потерь. Я отдаю себе отчет, что спонсорские деньги – это всегда потерянные деньги. Это нужно отдавать себе полный отчет, что нельзя играть в тапочках «Аськис», которые рекламируются в максиме. Там за 10-15 евро тапочки. Ну, я утрирую, я просто говорю, да? Ну, понятно, понятно, да. Это все равно, что когда в спортклубе было, бухгалтерша Рижской думы сказала, почему такие помогают Рижскому «Динамо» такие дорогие клюшки покупать? Есть клюшки за 4 лата, а мы покупали за 130 латов клюшки. Как надо, да? Но я не знал, как тогда смеяться, не смеяться, как на это реагировать, понимаешь? Ну, я тебе могу сказать словами Жванецкого, туфли фабрики «Скороход» лучше, если других не видел. Да, но дело даже не в этом. Есть момент специальное оборудование обмундирования. Ну, хоть ты тресни. Но оно должно быть, да? Ну, хоть ты тресни. Во-первых, это женщины. Там нужно ноги, чтобы целые были в порядке, ножки, пальчики, все должно быть чики-пуки, как говорится, извиняюсь за грубое выражение, да? Пошел профессиональный слайд. Да. И поэтому тапочки за 10 евро или тапочки, которые стоят 30 евро, которые через три игры порвутся, они тоже смешные. Скажи мне, а куда смотрит новоизбранная федерация? Федерация не обязана клубам помогать. Аристка Думы помогает в рамках своих возможностей. Помогает в рамках своих возможностей. Пога-пога-пога. Если Кубок Европы, то федерация не имеет никакого отношения? Клуб не помогает. Нет, никакого отношения не имеет. Они сделали, они нам помогли заявиться, типа заявку. А может быть, надо что-то поменять вообще в консерватории? В консерватории, да. Как говорил тот же Жванецкий. Я не знаю, я не знаю, как. И девчонкам тоже интересно. Ну, я понимаю. Ну, я был на этом матче. Мы сидели вместе с Юрой Девейкусом и с Наташей, его супругой. Оба, кстати, тренеры. И мы сидели и разбирали тебя по косточкам и твою команду, и игру, все это. И сошлись на одном, что у вас девчонки действительно, они играют. Особенно вот эта высокая, Левинская, как я называю. Левинская, Марта, да. По-мужски играет. По-мужски она лупит. Правильно. И мы после первой игры в Таллине, первая игра в лиге была в Таллине, вторая игра в Тарту. Мы в Тарту с Испугу проиграли бывшим чемпионом предыдущего сезона. Мы могли выиграть. Но после игры тренер эстонской команды Оемец Андрей подошел и сказал, Паша, Пашка, я хочу сделать тебе комплимент. Ваши девчонки моментами играют как мужчины. Он сказал это в октябре. И для меня это был знак, что мы правильно идем. Я понимаю, что может это не за то, чтобы женщин загрублять. Нет. То есть это к тому, что мы что-то делаем, значит, правильно. Но я по-другому тебе скажу. Вот я смотрю, у нее та же манера, как у ведущих игроков и у тех же российских, и у тех же полек ведущих, и у тех же итальянок. Эдмонд, ну потому что в волейболе, к сожалению, дважды два равно четыре. Ничего нельзя придумать. Те, кто пытается что-то новое придумать, для них дважды два пять, может быть, или дважды два три. Я пришел к мнению, что дважды два четыре без подачи и приема не будет ни Марты Левинской, ни другого нападения не будет. Нужна хорошая подача, хороший блок, а потом такие, как Марта Левинская, должна быть стоять в диагонали. И еще девочки, Алиса Кьясилы, Кристина Крамена, пасующие Элзе Рекнеры, Либера наша лучшая, Звайгз Нейлейна, и вторая, Лаура Тилтинь. Это все девочки, которые делали эту победу. Мы в игре за третье место, счет был 12-14 в пятой партии в пользу эстонок. 12-14. И я в первый раз видел, что, я понимаю, что многие скажут, ну а что она нам в спорте, там рассказывает спорт, а, что спорт. Ребята, спорт это вещь, которая выясняет на это отношения, где можно четко выяснить ху из ху. И вот эти девочки выиграли 19-17, эту пятую партию, которую я просто, я не верил, что такое возможно. Для меня, ты знаешь, что лучший эксперт в волейболе мой сын? Вадим, ты, наверное, ну ты знаешь его. Он сказал так, что он первый раз видел женскую команду в Латвии, которая билась в защите у женщин, у девочек, сбиты бока здесь были после этой игры. Молодцы. В тарту паркет. Ну смотри, ну смотри, вы сейчас подняли эту планочку, чуть-чуть с этого уровня, который у нас был, после развала всей этой системы, после того, как в женской волейболе была Аврора, очень долго не было. Не было ничего, и не было куда стремиться, и сейчас в эту планку подняли. То есть вам сейчас надо помогать, по идее. Ну а как помогать? Нужны бомбальные деньги. Ну вот приходим, вот в любые миллионные фирмы приходим, говорят, ну это середина финансового года, мы не можем. Я говорю, оплатите нам хотя бы билеты на самолет, ну потому что сейчас Рейская дума больше нам автобусы бесплатные давать, наверное, не сможет, потому что, ну там у них свои дела, да. Вот, пожалуйста, следующая статья расхода, оплатите на эту середину финансового года. Это нужно было раньше думать, кто раньше знал, что мы так сыграем. Слушайте, давайте поступим по-другому. Я думаю, что у тебя достаточно... Выпустим облигации. У тебя достаточно знакомых, и если вы слышите наше интервью сегодня, то просто отреагируйте, и может быть, то, что вы оставляете за один ужин в Ривьере или в каком-нибудь другом пафосном ресторане, может быть, лучше. На это я пойти не могу. Тихо, тихо. Не, я говорю, может быть, лучше это вот перечислить на волейбол и помочь девчонкам выйти на европейский уровень, чтобы у нас, как говорил Пашка в свое время, главное, чтобы мяч звенел в стране. Я надеюсь, что это так оно и будет. Я благодарю тебя за беседу. Спасибо Евгению Копеину, который сидел на ручках. И прежде чем нажать на кнопку «Стоп», я хочу тебя последний провокационный вопрос задать. Ты мне привез когда-то в бар Юрмалу пластинку «Savanna Woman Dressed in White». Она жива? Серьезно? Да. Невероятно. Все, чао, спасибо. Это был Павел Селиванов. Спасибо вам. Спасибо тебе, Дон.